Ваш муж недостоин любить Бога, заниматься духовной практикой. Это означает, что вы его вообще не знаете. То есть он открыт, потому что он вас боится. Вы непредсказуемый человек. Вы что хотите, то и вытворяете. Вы его вообще ни о чем не спрашиваете. Это так? Видите, отчасти. Он закрытый не отчасти, а вы его не спрашиваете отчасти. Видите, какой крен? Я вижу все четко. Я чувствую этого человека. Он сейчас испуган просто. Он в испуге находится от вас. Вы ведете себя совершенно непредсказуемо. Абсолютно не отчасти. Полностью непредсказуемо. А? Я не доверяю в вас. Так он хороший человек, он добрый. Он по-доброму к вам относится. Он верный человек. Он испугался просто всего, что происходит. Еще плюс начитался всяких статей в интернет. Сейчас эту истерию, истерию по поводу духовной практики очень сильно раздувают. Если человек не идет классическим каким-то путем, допустим, то тогда сразу же начинают и родственники читать, и это все раздувается до предела просто, понимаете. Конечно, в этом есть здравый смысл, потому что есть много таких движений, которые действительно разрушают семьи, пытаются деньги выманивать из людей. Но есть и много традиций духовных, классических, которые, может быть, не приняты в России. И они тоже попадают под раздачу. Ну, то есть, другими словами, идея в чем заключается? В том, что эта тема очень сложная. И если в ней деликатность не проявлять, то тогда начинается хаос. И трудно разобрать, что хорошее, что плохое людям. Но в целом, как бы, идея контроля этой ситуации со стороны государства очень правильная. Ну, постепенно это все наладится. Просто сейчас это факт, что надо все контролировать, потому что есть люди, которые уходят в религиозную организацию, не понимая того, которые разрушают их жизнь. Это факт. И ваш муж, вот, он находится именно в таком страхе сейчас. И этот страх не беспочвенный. Надо это понять. Он же не знает, чем вы занимаетесь конкретно, как и чего. Ну, то есть, вы ему не можете объяснить, потому что у вас нет контакта. Вы просто делаете, что хотите, и все. А он от этого сильно страдает. Если бы он был на лекции, я бы с ним с удовольствием пообщался на эту тему. Он не хочет, потому что у вас нет к нему любви. Если бы вы его любили по-настоящему, тогда бы он хотел. Что касается, что побеждает, добро или зло, то, конечно же, добро. Ночь означает невежество. Видите, в час грусти и печали через звук человек побеждает судьбу. И ваш голос услышать должен ваш муж, и вы должны услышать его голос. И тогда... И тогда... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Терпеть, просить прощения, любить, мириться, если человек близкий не понимает. Терпеть и ждать, когда поймет. Тогда, несомненно, он неправильно занимается духовной практикой. Солнце не должно восходить снаружи семьи. Оно должно восходить только внутри. Оно должно между вашими сердцами восходить. И вы всегда вот так здорово за ручку должны ходить друг с другом. Вот так. Тогда солнце будет восходить в вашей жизни, несомненно. Субтитры создавал DimaTorzok